Здравствуйте, дорогие друзья! И вот у нас очередной выпуск рубрики «Метод», на котором мы рассказываем вам олимпиадные способы решения задач. И это может пригодиться не только на первичневых олимпиадах, но и также может что-то вам упростит жизнь и решение задач ЕГЭшного уровня. Поэтому сегодня у нас такая вот интересная тема, мгновенные 8 вращения. Сейчас вам Кир расскажет теорию, и на основе этой теории я попробую решить какую-нибудь задачку из олимпиадок. Такой вот у нас замечательный план, а я приглашаю на эту сцену Кира! Здорово! Итак, сегодня мы с вами поговорим про мгновенные оси вращения, очень часто используемый метод в олимпиадной физике. Итак, давайте посмотрим на простое движение – качение колеса. Когда колесо катится, оно одновременно участвует сразу в двух движениях. Оно летит влево с переносной скоростью и при этом еще вращается вокруг центра. То есть это вращательное плюс поступательное движение одновременно. Давайте посмотрим на центральную точку. Центральная точка никак не вращается, поэтому у нее просто скорость переносная, ну или скорость поступательного движения направленная вправо. Скорость В. Давайте посмотрим теперь на нижнюю точку. Нижняя точка участвует уже в двух движениях. Она летит со скоростью В вправо за счет поступательного движения. И также за счет вращения она движется вот так, то есть вот влево направлена какая-то скорость v1 Во всех значах в олимпиадной физике, ну почти во всех, тело у нас двигается без проскальзывания Что значит без проскальзывания? Значит скорость двух соприкасающихся поверхностей должна быть одинаковая Но раз скорость земли у нас 0, значит и скорость колеса в этой нижней точке должна быть тоже равна 0 То есть получается у нас, что v и v1 это векторы направлены в разные стороны Они должны быть одинаковые по модулю, чтобы нижняя точка была равна 0 То есть мы какой вывод делаем? Скорость вращения любой точки на колесе равна скорости поступательного движения центра колеса К этому еще с вами вернемся, давайте посмотрим какую-нибудь рандомную точку на колесе Допустим вот эту, что у нее? У нее две скорости Скорость направленная вправо, это скорость центра И скорость направленная по касателю, это скорость вращения Причем мы сказали v равно v1 Тогда общая ее скорость будет равна какому-то значению И направлена как диагональ параллелограммы, образованную этими скоростями Это просто так, теория, теперь поговорим про нижнюю точку То есть мы с вами выяснили, что нижняя точка покоится То есть по сути вот это колесо, этот весь диск можно рассматривать следующим образом Представьте себе, у вас колесо за гвоздь прибито вот за эту точку И то есть получается оно вращается не как будто бы вокруг центра А все колесо вращается вот таким вот образом Вокруг этой нижней точки Как будто бы оно к ней приколочено Если вот это вот понятно, что центр, что нижняя точка у нас покоится И все вращение происходит вокруг него Вот на этом этапе и рождается собственно сам олимпиадный метод Давайте сразу сейчас расскажу, что нам дает это знание Итак, у нас с вами колесо, у которого известно 100% скорость центра Это скорость v, это у нас расстояние равняется r В этом случае можно очень легко взять и найти угловую скорость вращения этого колеса Вокруг вот этой вот точки Эта точка называется мгновенный центр вращения Так, найдем омегу Омега по определению Это скорость, деленная на радиус То есть все колесо вращается вокруг, как будто бы вращается вокруг нижней точки Вот с такой вот угловой скоростью Для чего используется этот метод? Предположим, есть какая-то рандомная точка на колесе Допустим, вот эта И вам нужно найти, куда направлена ее скорость И чему она равна Этот метод дает максимально простой ответ Во-первых, если соединить точку И мгновенную центр вращения Прямой То скорость всегда будет направлена перпендикулярно этой прямой То есть можно уверенно сказать, что у этой точки скорость направлена вот так То есть без всяких сложений векторов Просто вот так вот перпендикулярно этой штуке Второе, чтобы найти скорость Это V какой-то штрих пусть будет Чтобы найти скорость этой точки V штрих Нужно воспользоваться этой же самой формулой То есть скорость V штрих Это омега умножить на расстояние до этой точки Все, то есть по сути это будет как-то В поделить на R умножить на R Все, собственно, в этом и есть весь метод То есть метод заключается в том, что нижняя точка у нас Как будто бы центр вращения И вращение всего колеса происходит относительно нее Все скорости будут перпендикулярны линии, соединяющей центр вращения и эту точку И найти скорость этой точки можно через омегу Собственно, вот метод Мы сейчас ее маленько продолжим Сначала Саня решит задачу Да, и я еще хотел сделать небольшое уточнение Чтобы ученики врубились Там, конечно же, в реальности это колесо не вращается Относительно нижней оси Просто вот эта вот ось, она все время меняется Она как бы все время переползает Да, поэтому называется мгновенная Да, то есть это именно мгновенная такая ось вращения Сейчас еще маленько расскажу А то, что она реально мгновенная, как это работает в реальной жизни Есть один очень простой опыт Если тело будет катиться Ну вот по столу, например Когда оно докатится до края стола Как раз таки вот в этом положении Мгновенная ось вращения совпадет с углом стола И после этого движение будет такое Как будто бы тело реально вращается вокруг этой точки Ну пока не оторвется от нее Все, Саня, теперь ты решаешь? Все, иду Катушка с намотанной на нее нитью лежит на горизонтальном столе По которой она может катиться без скольжения С какой скоростью, в каком направлении будет перемещаться ось катушки Если нить натянуть горизонтально А, если нить тянуть горизонтально со скоростью V А, слушай, я похожую решал в Москалеве, я помню Так, а тут два рисунка, два случая Два случая, да Да, радиус средней части катушки равен R, внешний R большой Так, сейчас, то есть вот тут намотана нить Я тяну ее со скоростью V Так, я пытаюсь врубиться, что происходит Ну, нитка не проскальзывает же относительно Она прям как будто гвоздиком вбита здесь, да? То есть, по большому счету, они обязаны двигаться соединяющей скоростью Да То есть, возможно, не очень понятно это описано, но здесь имеется в виду, что тупо скорость этой точки равна V Скорость, да, скорость точки V Так, а мне нужно найти скорость центра Давай вот это будет V нулевое, которое вот здесь у нас V известно, V нулевое вопрос И еще известно R большое и R маленькое R маленькое это вот это, R большое это вот это Так, получается Вот это получается у меня расстояние R Вот это R маленькое Получается, если рассмотреть мгновенность вращения как нижнюю точку, которая неподвижна То у меня получается, что V равно омега умножить на R плюс R И тогда выходит, что я знаю омегу Она равна V деленной на R плюс R И тогда скорость центра будет составлять омега умножить на R большое То есть, Vr на R плюс R Это вот случай А Да, все Так, а второй Максимально просто, но если не использовать мгновенность вращения Ну тут я не знаю, как вообще подобраться к этой задаче тогда Да, ну тут еще можно, знаешь, как делать Скорость центра плюс скорость... А, через векторы всякие Через вращение Нет, ну если ось вращения вот здесь выбрать Я так тоже решал, тоже решается, но так, конечно, быстрее гораздо Так, а теперь второй случай Давайте я красненьким покажу Так, и теперь нам известно Вот красненьким покажу Что скорость нижней точки Это вот случай B Давайте вот так красным выделю Так, и вот ниже буду... А, ну слушай, ну тут то же самое То есть тут у меня уже V равно омега R минус R Значит омега V делить на R минус R И тогда скорость центра будет омега на R Ну просто омега уже другое V делить на R минус R умножить на R большое Да, ну тут прям легко вообще Если формулу знаешь, вообще быстро можно сделать Так Но это еще не все, потому что есть еще одна задача И сейчас я покажу, как можно этот метод применять К задачам, где нет вращения как такового Колеса где нет, да? Где нет колеса и вообще вращения никакого нет Итак, весь прикол этого метода заключается в том Что он применим не только к катящемуся колесу Но и к задачам, где вроде бы нет вообще вращения И нет никакого колеса Здесь нужно воспользоваться одним важнейшим свойством Мгновенного центра вращения Который заключается в том, что любая скорость Перпендикулярна линии, соединяющей центр и точку вращения Сейчас покажу, как это работает Предположим, такая ситуация Есть угол, в котором стоит доска Вот так вот в углу стоит доска Мы ее отпускаем и доска начинает вот так вот ехать Ну то есть вот так вот падать вниз Вроде бы вообще нет никакого вращения Но эта задача тоже может через нее решаться Нам известны скорости, допустим, у верхней точки Скорость, очевидно, будет направлена вниз Потому что если доска не отрывается от стены То верхняя точка просто ползет вниз Ну нижняя же точка просто ползет вправо Так, это V верхний Это V нижний Теперь воспользуемся тем принципом, который я рассказал Если существует какой-то мгновенный центр вращения То линия, соединяющая центр и точку Будет перпендикулярна скорости То есть для этой точки она будет лежать где-то вот здесь Вот на этой линии будет лежать этот центр Ну и для этого он будет где-то вот здесь Все, вот это мгновенная ось вращения И дальше можно делать абсолютно все то же самое, что мы делали То есть, допустим, вам нужна точка вот эта Как ее найти? Проводим линию Скорость будет перпендикулярна этой линии То есть направлена как-то вот так То есть это вот V какая-то будет V рандомная И чтобы найти ее численно вам То также можно сначала найти омегу То есть давайте найдем Вот это, допустим, у нас это R То есть омега это будет V нижний поделить на R И чтобы найти V рандомную Нужно эту омегу умножить на вот это вот расстояние То есть там по сути все в итоге сведется к геометрии Умножить на R Это будет V нижняя Умножить на R маленькая Поделить на R большое Это очень сильно упрощает задачу Но здесь самое сложное Это увидеть этот метод в какой-то задаче И сейчас Саня попробует как раз таки это сделать Слушай, Кир, вот парочка комментариев Я, кстати, эту задачу решал без этого метода в свое время И я просто ее опять же в Москалеве увидел А я все в Москалеву прорешал Там, видимо, олимпиадных много тоже И я ее решал без вот этой мгновенной оси вращения Просто за счет движения нижней точки И поворота нижней точки Вот, и там, ну, конечно, так объемно получилось И хейтеры, преподаватели в комментариях Написали мне вот про это мгновенное оси вращения И, ну, я офигел, конечно, насколько все упрощается Да, ну, сейчас посмотрю, что ты Вот у этой задачи я просто показывал У нее пять решений А, пять? То есть ей можно пять методов сделать Нормально Ладно, сейчас посмотрим Длинный шест АБ поднимают на крышу сарая Двигая его нижний конец горизонтально по земле С постоянной скоростью В нулевой Так, ну, опять в общем виде все Найдите скорость верхнего конца шеста Б В тот момент, когда середина стержня, точка С Проходит край сарая А, все То есть дано ничего А, или угол альфа, да, нет? Походу нет Ладно, найдите скорость точки С А, верхнего шеста, все Найдите скорость точки Б Когда середина находится здесь Так, сейчас я сделаю рисунок Так, вот тут я В0 Ага То есть тут у меня В0 Скорость Значит, я уже про ось вращения думаю Значит, ось вращения находится где-то здесь Так, а вот здесь у меня какая скорость, интересно Вот этот очень правильно подумал, именно над ней надо думать над этой точкой Да, да Так, 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 блин, я хочу сам додуматься Так, так как это тело твердое, то вот скорость этой точки не может быть направленная там куда-то сюда Ровно как и вверх она не может быть направлена Да, и вверх она тоже не может Потому что она сейчас оторвется Они потому что соприкасаются Поэтому, получается, скорость вот этой точки, она ровно по стержню направо Да, она просто ползет, по сути, туда Да, вот именно вот в этой точке, в этот момент И получается, что мгновенность вращения, она Ох ты, какая ось У меня доски не хватает Так, ну типа это перпендикуляр Она находится вот здесь Вот здесь Это точка О Мгновенная ось вращения Так, так, так Так, тут прямой угол Тут угол альфа Это L пополам Это тогда тоже альфа Ну, это 90 минус альфа Тогда это альфа И получается, что Саня, так мы ищем скорость в верхней точке А я хочу омегу найти Да, все понятно Да, да У меня получается синус альфа Равен L пополам Деленное на АО То есть АО У меня 2 синус Альфа АО это L пополам На синус альфа Так, получается, что В нулевое, которая мне единственная дана Равна какой-то угловой скорости Относительно Вот этой мгновенной оси Умножить на АО То есть равно Омега на L Деленное на 2 синус альфа Супер Отсюда я могу найти Омегу Которая у меня составляет В нулевое На 2 синус альфа Деленное на L Замечательно Теперь Мне, чтобы найти Скорость точки B Надо найти OB Но это я Сделать смогу без проблем Потому что у меня А Кстати Смогу ли я А, слушай-ка Это же Это же Медиана И высота И высота Значит, это равнобедренный треугольник Собственно говоря Так Ну, у меня по рисунку Это не очень похоже Но это так и есть И получается Скорость Точки B А, ну она точно такая же Она равна Точно такая же, да Потому что у них R одинаковая Да И омега тоже Блин, получается Зря омегу считал Зря омега, да Ну ладно Я не знал Просто заранее И получается Что она равна Скорости В нулевое Да Не, ну прикольно Я мог бы Даже если бы Мне какую-то другую точку Нужно было найти Я смог бы ее посчитать Правда, наверное Посложнее бы немножко Там геометрия Да С точки зрения Смысл этого метра В том, что в итоге Все упирается в геометрические Вот эти R И это прикольно Да, да Так тут проблем никаких нет Ну круто Круто Мне прям понравилось Как это тут работает Вот надо запомнить Мгновенная ось вращения Запомните, ребята И пользуйтесь Лайфхаком Блин, а есть еще Что-нибудь интересненькое Такое Вот такие задачки С мгновенными осями Ну конечно есть Да Ну ладно Это уже, наверное, в другом году Два разобрали Да, да Я что-то не могу остановиться Мне прям супер понравилась Эта штука Ладно, друзья Если вам тоже понравилось Не забудьте поставить лайк Подписывайтесь на мой канал А также Если вы хотите записаться на курс Эбонит На котором будет Три занятия по подготовке к ЕГЭ Которые веду я И одно занятие Которое ведет Кир по Олимпиадной физике То Присоединяйтесь В общем Курс дороже не стал Но курс стал более полезным Более разнонаправленным Хотите Готовитесь к Олимпиадам Не хотите Смотрите просто мои уроки И получаете тоже высокие баллы С вами был Саня И Кир До встречи на курсе Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok